Подружки, привет! Добро пожаловать на мой канал! Ради бога, прошу, игнорируйте мой внешний вид, потому что сегодня, ну, как есть. Сами понимаете, влог у меня вот реальная жизнь, а сегодня жизнь меня потрепала. И коли же матушка потрепана, значит, выглядим мы соответственным образом. Поэтому прошу прощения, еще раз игнорируйте мой внешний вид. Сегодня у нас с вами влог из серии «История из жизни», а история у нас не очень-то приятная. Все потому что у нас вот такая вот ситуация. Посмотрите, что у нас произошло. У меня ребенок в гипсе. Пришел тот прекрасный магический день, когда мой ребенок в год и 10 получил свою первую серьезную травму. Сегодня только мы выписались из педиатрической больницы Санкт-Петербурга и приехали домой. И вот мой котенок в своем гипсике продолжает свое существование. Давай подругам расскажем, что с нами произошло и что в нашей жизни пошло не так. Ну что ж, подруги, история у нас следующая. Значит, в день, когда ребенок получил травму, на самом деле ничто не предвещало, что что-то пойдет не так. Первую половину дня, вплоть до дневного сна, было прекрасное настроение. Мы спокойно проводили свой день. И как-то очень все мило у нас было. И только-только мы освободились от всех наших кишечных инфекций. Мы только-только все стали чувствовать себя намного лучше. И уже порадовали, что все, мы вернулись к нормальной жизни. Так как вечером после дневного сна к нам приехали наши друзья Марк с Мироном и мелкие начали играться. И первое, что начало череду неудач вот этого маленького человека, это то, что он упал с кровати. Причем упал с кровати таким образом, что он себе поранил бровь. То есть бровь, она была не расхищена, но он ее обцарапал, просто обшарпал. И она тут же отекла. Не прошло 10 минут, как я слышу, мой ребенок снова орет. Дружок его Марк ущипнул за ухо. Причем ущипнул так, что он просто схватился за это ухо и провернул его вот с таким проворотом, что просто это ухо в считанные секунды, оно стало чуть ли не в два раза больше, чем второе красное, опухшее. Видно следы от ногтей, которые, кстати, по сей день у него остались. И в целом это ушко еще до конца не зажило. Потом еще через 10 минут на ровном месте он сидит на диване и бьется головой о стену. И большой-большой точкой в череде этих неудач человека было то, что он начал играться с тюбиком геля. Сейчас тюбики он уже открывает, и естественно этот тюбик у него я забрала. И когда я забрала у него этот тюбик, истерика у нас началась просто нешуточная. Ну то есть так он никогда не истерил, чего бы то ни было. И вот он начал психовать, я этот тюбик унесла в свою спальню. Обычно, когда малыши приезжают, я закрываю дверь в спальню и выключаю там свет, чтобы они туда не лезли. Иначе они все втроем залезают на кровать и начинают по ней прыгать. И, ну вот как обычно, дверь была закрыта, свет выключен, и я быстро пробежала в эту комнату, отнесла этот тюбик к своим вещам, и он, естественно, своим ором бежит за мной. И он как-то сел на пол возле кровати, и орет, и истерит, и орет, и истерит. И я положила этот тюбик, возвращаюсь обратно, и проходя не украть, видишь, ну сидит ребенок на полу. Я его давай поднимать. И как-то его поднимая, я понимаю, что есть сопротивление. Я уж подумала, что может быть он, знаете, как в психе, ребенок расслабляется, вырубает, я его называю dead fish, или мертвую рыбу, и просто вот валится на пол, и его нифига не поднять. Но в этот раз не в этом было дело. У него просто, когда он сидел на полу, у него, видно, ножка, она зашла под кровать, и в момент, когда я его поднимала, он эту ножку как бы не вытащил. И получилось так, что она зацепилась за кровать. И вот в этот момент я потянула его ногу, и получается мы ее и поранили. Так как после этого у него, его плач, истерика и ор не сократились. Естественно, они не стали сильнее, но то есть поэтому я не подумала ни о чем. То есть он не стал кричать так, будто ему сильно больно. Обычно, когда ему больно, он прям орет, орет. Ну и в общем, так как истерика у него уже длилась, в принципе, весь вечер, я уже не понимала, что ему надо, чего он орет, что не так. И уже вот просто, уже у тебя мозг просто взрывается, и ты уже все, отключаешься, в принципе, и просто на автопилоте пытаешься сделать хоть что-то, чтобы этот ребенок успокоился. Так вот, и он заводился с каждой минутой все больше и больше и больше. Успокоить его уже было практически невозможно. Что мне показалось странным, что когда я его попыталась положить на пол, ну чтобы хотя бы вот переключить его, ну как бы, чтобы он взбодрился, он отказывался стоять. То есть у него подгинались ножки, косились ножки, и он вот прям вот трясся и пытался за меня уцепиться, и валился на пол. И так как одна из мамочек, которые ко мне приезжают с малышами, она врач, я ее попросила, чтобы она осмотрела его ножки, потому что мне показалось, ну это странным. Мы осмотрели ноги, то есть она проверила чуть ли не там каждый сустав на предмет ушиба, там, я не знаю, отек, синяков, в принципе, болевых ощущений. Но ребенок никак не реагировал, он эти ножки не забирал, он как бы не уворачивался и в целом не подавал никакого сигнала, что у него что-то болит, поэтому ему как-то, ну, и внешне, ну, с ногами все было в порядке, ничего, ну, как бы, не предвещало. Девчонки уехали, я так и осталась его успокаивать, и в этот вечер он уснул просто потому, что он устал уже от этой истерики, ему надо было уже отдыхать, и он, в общем, пошел спать. Я была убеждена, что ночью он будет вставать еще раз в 200, и по итогу он, по-моему, проснулся еще один раз, через где-то, ну, час-полтора, наверное, и также начал сильно-сильно плакать. И та же реакция, ему нужно ко мне на руки, как только я пытаюсь его положить в кроватку, начинается снова ор. Я ему дала нурофен, потому что я подумала, может быть, у него еще и клыки идут, ведь они у нас уже появляются, я подумала, может, это и не нога, все с ним в порядке. Я подумала, что, может быть, так эмоционально он на все реагирует, именно как раз-таки потому, что у него зубы идут. Я дала ему нурофен детский и помазала десна, и он как-то сразу уснул. То есть он сразу успокоился, буквально пару минут прошло, и он уснул, и всю ночь он спал. Я спала очень тревожно, и когда я услышала звуки в его комнате, я, естественно, сразу потянулась за монитором и стала наблюдать. Я вижу, да, что ребенок проснулся, он пытается вылезти из кроватки, и вижу, что одна ножка касается пола, вроде бы все нормально, и как только левая нога коснулась пола, все, ребенок сразу начал плакать и сразу упал на пол. И он остался на полу и просто лежал на полу и плакал. Я побежала к нему, взяла его к себе, попыталась его успокоить, подняла на кровать, мы еще чуть-чуть полежали, и я, ну, стала проверять, что не так, почему он не ходит, и поняла, что он действительно не ходит. То есть ровно так же, как и в предыдущий вечер, он просто косил свои ножки, и он валился на землю и сильно плакал, и цеплялся за меня. Я разбудила Арса, сказав о том, что что-то не так, и у ребенка что-то с ногами, он не ходит. Я уже испугалась, что это на нервной почве, напсиховался вчера так, что какое-то, не знаю, повреждение, чего-то там, может быть, когда он упал с кровати, он спину повредил. Короче, чего только не было в моей голове, и какие диагнозы я только нам не поставила. Арс тут же позвонил в педиатрическую клинику Санкт-Петербурга, и мы тут же поехали в больницу, чтобы нас осмотрел врач, сделали рентген, УЗИ, ну, все, что необходимо, и чтобы понять, что с ребенком не так. И вот когда приехали мы в больницу, зашла к нам доктор для того, чтобы осмотреть ребенка, она на него так посмотрела и говорит, чувак, вот ты мне скажи, что в жизни пошло не так, что приключилось с тобой, что ты выглядишь так. Ну, а представьте, на следующий день эта бровь опухла еще больше, ухо красное, то есть оно не прошло с предыдущего дня, нога у него, очевидно, болит. Короче, чувак сильно недоволен жизнью, сидит надутыми губами, надутыми щеками, и просто на него своим взглядом вот этим через брови смотрит. Но это, конечно, с одной стороны комично было, ужасно, с другой стороны совсем не смешно. Мне кажется, в такой ситуации, когда ты понимаешь, что окей, жизни ребенку ничего не угрожает, нужно уже подходить к вопросу немного с юмором, иначе с ума можно сойти. Так вот, осмотрели ребенка, сделали рентген, понятное дело, предмет нам там ничего много не покажет, единственное, исключает переломы, и поставили мы диагноз растяжения связок. Поставили нам лангет и поместили нас на отделение. И вот сейчас уже прошло сколько получается, два дня, мы приехали домой, нас успешно выписали, еще денечек мы с этим лангетом походим, поживем, и нужно будет обратиться нам еще раз к травматологу, для того, чтобы уже он нам назначил дальнейшее, ну, либо лечение, либо там сказал, сколько этот лангет нужно будет носить, или можно уже снимать. И в общем, эх, ребеночка нашего, будем дальше лечить. Пока история такая, что он все эти дни не ходит. Сегодня утром, это первый день, когда он чуть-чуть смог привстать на ножку и не плакал. И в целом я уже понимаю, что он как-то ее не так сильно бережет, и она, наверное, приходит в себя. Как доктор нам сказала, даже растяжение связок у деток маленьких, оно заживает намного-намного быстрее и легче, чем у взрослых людей. Если у взрослого человека это займет недели, то у ребенка это занимает дни. Поэтому надеюсь, что это наш случай, и еще несколько дней с этим лангетом, и он сможет нормально бегать. Пока он к нему в целом-то уже привык, весь день он сидит, он в течение дня не ходит, и мы как бы не даем ему сильно напрягать эту ногу. То есть мы бережем ее, чтобы она отдыхала. Ночью на ночной сон этот лангет мы снимаем, чтобы ему было легче спать, и как-то он чувствовал себя получше. Понятное дело, мы его снимаем, когда мы его купаем, но во всем остальном он постоянно в лангете, и в целом весь день проводит, сидя за мультиками, да, скажи большое спасибо, и за всякими вкусняшками. Мне, конечно, сильно непросто, потому что как раз-таки сегодня Арс уехал в Москву, в свою командировку, и снова, как только Арс уезжает в командировку, я с больным ребенком. Помните, позапрошлый раз у нас была розиола, сейчас у нас гипс, ну и понятное дело, что в моем беременном состоянии таскать его, это совсем-совсем непросто, уже не говоря о том, что на этой неделе у нас много всего. Во-первых, нам нужно было выписаться с больницы, и вот все эти наши передвижения с ним совершить вдвоем. Потом нам нужно еще поехать в посольство латвийское для того, чтобы подать документы на его паспорт, который заканчивается маленьким младенцем, дают всего на два года. И вот в апреле у нас паспорт наш латвийский заканчивается, поэтому нам нужно заказать новый. Еще нужно сфотографироваться. Ой, Господи, что-то еще нужно, но я уже не знаю. В общем, бабушка мне в какие-то дни его будет помогать, но в целом мы с ним вдвоем. Конечно, самое сложное для меня это будет его таскать. То есть для того, чтобы искупать, для того, чтобы переодеть, уложить спать и так далее, и так далее. Это, понятно, самое-самое сложное, поскольку я сейчас очень быстро устаю, я чувствую, что у меня живот, он прям очень напрягается. Вот я его буквально 2-3 раза подниму, и такое ощущение, как будто я сделала 100 упражнений на пресс. Вот прям настолько устает живот. Поэтому нужно будет нам друг друга беречь, как-то начали эти дни проводить, и быстренько-быстренько восстанавливаться. Вот, подружки, такая вот у нас сегодня история. Жизнь нас потрепала за последние дни, вот поэтому мы сегодня такие побитые и пораненые. Но в целом, слава богу, все в порядке. Желаю вам доброго дня, здоровья, берегите себя, своих малышей, чтобы меньше было травм, если возможно, чтобы их не было вообще, чтобы все были счастливы, довольны и здоровы. На сегодня это все. Прощаюсь с вами, желаю доброго дня еще раз, и увидимся с вами в следующем моем видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok